Даркест Тайм Все, музыкальная пауза! Полгода прошло с момента, как Меченый отключил выжигатель. Многое изменилось. Группировки распались из-за внутренних разногласий. Армия не справляется со своими полномочиями. Мутанты распространяются по всей территории Чернобыльской зоны отчуждения. В зоне хаос. О Меченом говорят, как об обыкновенном сталкере, который, преследуя свои цели, отключил выжигатель. Добрался до центра зоны и разгадал ее тайну. Но так ли все на самом деле? Кто вы? Неважно. Вас уже ничего не спасет. Но во время очередной вылазки вы находите диск с видеоматериалами. Уединившись, вы начинаете изучать содержимое диска. Некто по имени Глеб. Рассказывает в видео всю правду о том, что же произошло полугода назад на самом деле. В Zarkest Time серьезно пересмотрим подход к подаче сюжетной истории, представленной в оригинальной версии. Основной сюжет игры был разделен на отдельные главы. А появление дополнительных заданий значительно расширило развитие сюжетных направлений. Оставшиеся квесты, унаследованные от оригинала сталкертин Чернобыля, были в значительной мере переработаны и изменены, а некоторые просто удалены. Главный герой обрел некоторую индивидуальность, получив имя и голос. Главной изюминкой представленных изменений стало появление артефакта с живым сознанием, который будет сопровождать Меченого по мере подвижения к финалу, оказывать помощь, разговаривать с главным героем и даже несколько раз сохранить ему жизнь. Грубо говоря, это говорящий артефакт. Говорящий? Говорящий? Может быть у тебя крыша поехала? Однако истинную суть появления и намерения артефакта игроку предстоит узнать непосредственно при прохождении мода Darkest Time. Разработчики также допускают возможность полного уничтожения группировок долга и свободы, с последующим захватом их пунктов базирования и вытекающим из-за нарушения баланса сил в зоне последствиями. Во время выполнения многочисленных сюжетных заданий игроку предстоит встретить немало интересных персонажей, один из которых будет женского пола и иметь свою роль в этой истории. Не стоит забывать, что он теперь на финал игры будет иметь влияние появившаяся карма главного героя. Прямое влияние на карму будут оказывать выполненные побочные квесты, которые значительно расширяют основную сюжетную историю. Не забывайте, что все нововведения сюжетного характера будут появляться в игре постепенно, поэтому не стоит их ждать сразу со старта. Измененный и расширенный сюжет игры. Новые персонажи. Новые сюжетные и дополнительные задания. Серьезно измененная графическая часть благодаря объединению шести сторонних графических проектов. Игра приобрела свою атмосферу и индивидуальный стиль. Проведена большая работа по озвучиванию новых и старых персонажей. Скорректировано в звуковое сопровождение и звуки предметов. Во время озвучивания принимали участие как профессиональные актеры-дубрежа, так и любители. Широкий спектр геймплейных правок, начиная от предметов игрового лута, до движковых правок и корректировки различных игровых систем. Модификация. Модификация не сильно требует меня к железу и запускается на некоторых компьютерах образца 2011 года даже на полном динамическом освещении. Несмотря на большое количество исправленных багов во время бета-тестирования, некоторые проблемы решить пока не удалось. Саундтрек после загрузки и сохранения иногда не перестает играть. И при повторном взятии условия для проигрывания саундтрека, они накладываются друг на друга. Лечатся перед заходом в игру. Обычное динамическое освещение иногда не работает. Зависает на кешировании объектов и ругается на Pixel Shaders 1.1. Или что-то в этом духе. Вот мы и разобрали морд Darkest Time. Моё мнение, мода достаточно хорош. Всем любителям Салкера рекомендую пройти этот мод как минимум в два раза, потому что там есть две разные концовки. Вот такой первый выпуск. Я думаю вам понравилось, вы захотите пройти этот мод. Ссылка на скачивание будет в описании. Также мой основной канал будет тоже в описании. Поэтому, если вам всё понравилось, поставьте мне лайк, подпишитесь на канал, напишите положительный комментарий. Для вас рассказывал Андрей на канале Антиутопия. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok